так ладно что там у нас опа новая серия флэша вышла не но я же не буду смотреть я же отменил реакции ю тубе а на твиче эту муть смотреть на вообще нереал вообще уныние полное хотя ладно муж кайфану чутка муж кайфану да наверное кайфану сейчас вот в киробе врублю нормально будет нормальная тема кайфану кайф привет народ меня по-прежнему зовут black's infinity его по-прежнему на моем канале я не мог обойти стороной начала седьмого сезона сериала flash потому что сериал flash он легендарен с ним у меня связано куча хороших воспоминаний куча различных теорий с того чего я начинал и в принципе самый большой успех волны популярности принес именно сериал flash я должен отдать ему дань и провести глубокий анализ на тончайшем уровне этой первой серии чтобы все вы поняли какой это кал не ребят серьезно кто смотрит сериал flash в 2021 году если только поржать но а зачем есть другой хороший сериал где главного героя зовут тоже баре где можно нехило поржать серого кстати называется баре всем советую но а еще есть много других сериалов блин мистер робот во все тяжкие наркос тьма куча разных сериалов есть хороших которые можно просто брать и смотреть если хотите что-то посмотреть по тематике супергеройской то пацаны сорви голова каратель да даже тот же ванда вижн это все намного лучше чем flash в нынешнем виде зачем если кто-то смотрит это на полном серьезе вот сейчас вот сейчас и этот ролик вы зашли посмотреть на это я видео действительно обзор там смотрим пасхалки теории строим такого нет в этом сериале то невозможно делать это просто просто бред здесь я просто хочу сделать обзор на первую серию том стиле в котором она заслуживает быть разобрана давайте начнем и я хочу признаться я нихуя не помню что было в четвертом сезоне кроме инвалида на коляске я нихуя не помню что было в пятом сезоне кроме чувака и его дочки тире племянницы которые ходили с ножичками я тебе больше скажу там сначала чел с ножом а потом его дочь с ножом бля чел с ножом помнишь они придумали устройство как можно силу отнять и пришли к злодею говорят можно но шестой сезон я вообще по сути ну не палил потому что был в армии ну как бы я смотрел но с промоткой чтобы быть в курсе к тому что будет в кроссовере потому что кроссовер я уже полил целиком и внятно что потом сделать нормальные обзоры так скажем глубокая аналитика от эксперта ты восхищаешься ты восхищен был я знаю что ты восхищаешься моими обзорами но еще я потом после кроссовера начал чекать описание серии и смотреть в начале же серии каждый рассказывает иногда что происходило в предыдущий и это как бы плюс минус дал давало мне понимание того что в принципе происходит данный момент сериале не надо было смотреть 40 минут то есть зашел на википедию прочитал посмотрел две минуты того что что нам дают в начале серии о том что было прошлой серии и все сидишь кайфуешь посмотрел серию ничего не потерял ну и финал шестого сезона я конечно же вроде полностью пальнул насколько я помню насколько я помню правда уснул на 30 на 30 секунде а вот а проснулся уже как бы все проснулся уже на следующий день но это нормально не не осуждается ну ладно давайте тогда ходит для приличия что ли посмотрим точнее прочитаем описание серии шестого сезона ну чтобы было все легитимно а то вдруг вы я забыли так немножечко пройдемся глазами так ага ага так интересно так класс класс люди баре и оле вместе заходит в транс и обнаруживают силу скорости в образе умирающей матери баре она говорит что сила скорость умирает за попавшие в ее новой субстанции тем временем новая мета преступница черепаха 2 убивает русскую тусовщицу марью волкову за то что было информатором серия как обычно начинается с информативного и полезного пересказа того что было в прошлом сезоне ибо вряд ли кто на полном серьезе запоминают этот цирк видела все не такая же часть мы как и ты сам я буду дальше их слышать да сестренка ты права но что если вся вселенная просто подождите серия начинается с того самого чувака на котором была закончена последняя моя реакция на флэша а это бомж который стример открывавший черные дыры и честер и братуха ты остался передовом научным центре стоимостью в миллиарды долларов совершенно один ой бля да ну нет нет ёбаный я не особо следил за его сюжетной линией вообще не следил но мне уже как-то не по себе что в команду флэша они уже берут просто рандомных чуваков которые чуть не погибли по своей же тупости ну ладно короче баре был в спячке и честер вынимает его ибо объявилась великое зло прошлого сезона и пары серии этого и наш славный герой идет биться с ней позвони джо скажи что я направляю в центр но флэш у тебя один процентовой скорости а седапта недалеко от marvel studios ушел ебать вот это ебал я мамку чуваки нужна помощь из зала какой год нахуй я затрудняюсь ответить это похоже 10000 до нашей эры блять изобрели колесо нахуй только 8 полигональная нахуй ебать ну вот скажите разве это была не отвратительная графическая сцена ну да ладно барри как обычно отхватывает знатных пиздюлей хуй пойми от кого ну ладно у него все таки один процент скорости остался но об этом чуть попозже поговорим а потом великолепная его и кей новый зеркальный мастер убивает старого зеркального мастера мы узнаем что это оказывается она его создала хе-хе-хе-хе ага поверил ну и бредятина и и и и и и и Невероятно крутого интро, мы возвращаемся к нашим клоунам. Айрис ловит нереальные глюны в зазеркалье, Барри, Люкейдж и Сосил пытаются выяснить, что задумала Ева, а Нэш Уэлл собирает устройство, которое позволит создать искусственный спидфорс и вернуть Барри силу. Если кто не знает, если кто зашел на этот видос по рофлу, то в прошлом сезоне умер спидфорс. Да, я понимаю, что вы у меня спросите, че, 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 как? Это же противоречит вообще законам логики здравого смысла, это вообще бред, спидфорс же держит всю вселенную на плечах, как он может умереть, типа, это же сила скорости, отвечающая за время. Ну сдох он, ребята, поймите. Самый прикол, что такое же было в комиксах. Правда, в комиксах 2019 года, как раз тогда, когда и происходила эта арка. То есть они, я не знаю, кто там придумал это, но они тут же сразу взяли это, или в комиксах им сказали, они взяли... Короче, комикс 2019 года не считаются за какой-то весомый аргумент, потому что они полная хинея и чушь. И то, что там противоречат законам этого, ну вот всего, спидфорса. Как спидфорс может умереть? Вы че, блять? Что? Чего? Блять? Вот просто, напросто, идея закончилась. Главное, в комиксах они были 60 лет, а в сериале сдохли на шестом сезоне. Ой, ой, блять. Наш Уэллс остается наедине со сферой, и тут к нему приходят они. Что? Приятно тебя видеть. Похоже, мы решили проблему с топливом для спидфорса. Это не легко и не просто, но так весело. Обожаю включать мозги. К тому же все Уэллсы снова вместе. Да, представлять меня не нужно. Ну да, я мастер сцены и кино. Харрисон Уорсен Уэллс. Жанна! Если кто не понял, тот новый Уэллс — это прямая отсылка на режиссера и актера Уорсена Уэллса, который снял один из самых культовых фильмов всех времен народов — гражданин Кейн. Но это так, к сведению. Весь этот сброд начинает объяснять Нэше, что для запуска сферы потребуется органический рецептор, которым должен стать он сам, а вследствие чего — умереть. Такой план Нэш Уэллса не устраивает, и он уходит. Сын нет. Да ходите с ним, аж велика вашу печальную суть. Айрис продолжает треповать и пытаться выбраться из зеркального мира, а тем временем главная злодейка сидит за компиком, продолжая злиться на убитого ей мужа. Параллельно корча очень злобные и пафосные лица. Сосил пытается выбить у девушки прошлого зеркального мастера, чего удумала Ева, и параллельно встречает отпор. А Нэш Уэллс цельтует из-за того, что ему придется умереть во благо, и ищет иной способ возвращения скорости Барри. К счастью, тут приходит Аллегра. Это та Чувиха, которая была его приемной дочкой из другой земли. Вот. Не знаю, кому я это рассказываю. Я не знаю, зачем я это знаю. И тут он решает использовать ее силы, а Вось сработает. Я не могу их держать. Сказочный долбоёк. Как вы понимаете, все идет не по плану, но то, что начинается дальше... Кески Спас? Что вы делаете? С каких пор ты говоришь по-французски? Я всегда говорил. Почему он говорит смешно? Думаю. Частицы, оставшиеся в сфере, перенеслись в Барри. Позвольте мне представиться Шерлок Уэллс, великий детектив к вашим услугам. Я Честер, Честер Пиранг. Есть Шерлок Уэллс? Шерлок. Да, есть Шерлок Уэллс. Шерлок. Лук. Шерлок. Лук. Лук. Хорошо, хорошо. Плохо. Ребят, в какой момент драматичный, остросюжетный супергеройский сериал превратился в кринж-клоунаду? Когда мы упустили этот момент? В итоге Аллегра начинает винить себя. Но Нэш ее успокаивает. Нас снова переключают на сюжетную ветку Айрис, но кому это надо, блядь? Вы че, ебанулись в край? Это просто максимально постная хуйня бессмысла. На это смотреть вообще нереально. Повествование вновь возвращается в Старлапс, и тут сериал выдает следующую сцену. Идем. Что произойдет, когда его скорость закончится? Если частицы останутся у него в мозгу, Барри Аллен мгновенно умрет. Понятно. Удачи. Пиздец, ну не, вы реально думаете, что такой ход интриги сработает? Пиздец, сейчас Барри умрет, шок, и все стоят с постными ебальниками, как будто папич трепнул секиры. Трагедия нахуй. Такое говно во Флэше уже не работает, ибо моментов, когда Барри был при смерти, было миллиард. В это клише заездили со всех сторон, это просто отвратительно. Дальше команда Флэша, точнее какие-то рандомычи, узнает, что Нэш всех наебал. И проскакивает небольшой конфликт. Конфликт. А тем временем Барри просыпается, точнее Харри Уэллс, это который Земли 2. И у них начинается диалог по душам. Вообще, мне интересно, сколько еще раз за серию персонажи начнут длинный, слезливый монолог о том, какие они плохие, и о том, как им плохо. Попробую-ка я подсчитать. Потому что все вы хорошие люди. А я... Я нет. Но мы же не были таким. Все мы не были, да? Когда я познакомился с этой командой, я работал на Zoom. Тем временем, Сосил возвращается с матчем-реваншем к девочке Скадлера. Может, ты права. Может быть, и я боюсь. Когда я только получила эти способности, я была так воодушевлена. Но потом мои силы начали расти и меняться. И я... Я подавила их. Потому что боялась. Я боялась, что стану кем-то вроде тебя. И узнает, что Ева хочет взорвать какой-то самолет с какой-то там залупой. Очень важной информацией, короче. Но на самом деле, я хочу отметить очень душесчипательную сцену, которая произошла с Нэшем Уэллсом в конце. Потому что, возможно, я не ожидал, что в этой серии будет что-то действительно стоящее или хорошее. Этот момент оказался неплохим и хорошим. Если это действительно прощание с Уэллсом навсегда. Прощание с актером Тома Каваны. Потому что здесь Нэш Уэллс жертвует собой. И все Уэллсы, которые были в сериале до этого, говорят прощальные напутствия слова Барри перед своим уходом. На самом деле, очень мощная сцена. И фанаты здесь могут даже пустить небольшую скупую слезу. Если честно, у меня даже небольшая мурашка здесь пробежалась. Но я понимаю, что это седап. Это был секундный момент. Абсолютно он никак не решает за все качество этой серии. Потому что она ужасна. Но, но, ребята. Это был классный момент. Но проблема в том, что они могут его слить. То есть, если ведут какого-нибудь нового Уэллса. А мне кажется, что они ведут. То все будет просто. Эта сцена будет абсолютно не иметь никакого, ни малейшего смысла. И вообще никак не работать. А вот пока что выглядело неплохо. Ну и я не могу отметить еще один слезливый монолог. Ты всегда был флешем. И всегда будешь. Со мной или без меня. А, ну тут еще Барри возвращает себе скорость. Да. Как будто никто не знал, что он ее вернет. Как будто никто не знал, что эту тему сольют в первой же серии. Камон, ребята. Это уже в седьмой раз они клиффхенгер прошлого сезона сливают в первой серии. Мне кажется, здесь все как обычно. Нет, чуваки, это не 93-й год. Нет, это не 76-й год. Нет, это, блядь, не Ким Чен Ир, блядь, не 55-й год, не Мао Цзэ Дун, блядь. Не, сука, битва на калке. Это, ну просто это архейская эра. Ёб твою мать. Барри спасает город от катастрофы. Но не все так радужно. Ведь Нэша Уэллса больше нет. И в конце серии они его дружно напоминают. Говоря друг другу подбадривающие слова. После сегодняшнего вечера никто из нас не будет прежним. Мы все слышали, что сказал Нэш. Он был счастлив, что ты была в его жизни. Спасибо, Честер. Можешь звать меня Чак. Когда они все были в моей голове, я чувствовал их дух. Чувствовал, как сильно они меня любили. Они пожертвовали собой ради меня. Нэш был не единственным, кто сегодня был на высоте. Меня бы здесь не было, если бы не вы, ребята. Пиздец, они теперь еще и хвалят друг друга, прям как в Даши-путешественнице. Блин, блин, чё? Чёрт. Ну и в конце Ева узнает шокирующую правду. Оказывается, она зеркальный клон, а не подлинный оригинал. Нихуя не понял. Вообще неинтересно. Вы, наверное, спросите, а где же Ральф Дибни? А я вам отвечу, ребята, Ральфа Дибни послали нахуй далеко и навсегда. Потому что он там что-то, я не особо разбирался в этой ситуации, что ли, в Твиттере. Какие-то шутки его старые спалили, то ли там опять какое-то домогательство. Вроде в Твиттере шутки были, вот в Твиттере что-то такое опять, да, как с Джеймсом Ганном. Чё-то он не то написал. И его послали просто нахуй сразу. И все актёры, которые с ним играли, тут же развернулись. То есть от него, да, начали писать, какой он хуесос, какой он гандон. Вот просто, просто пиздец. Главное, главное то, что теперь эту тенденцию начали поддерживать не только седабовцы. У нас отъехала недавно Кара Дюн, Джина Карана, спасибо Диснею. Но в отличие от этих ребят, Джеймсу Ганну повезло, конечно, побольше. Потому что он фигура намного важнее в этой всей индустрии. И за ним стоит дядя повыше, Кевин Файги. Который может разрулить со всеми боссами, продюсерами верховных студий, чё хочешь. А к сожалению, да, Джина Карана или да, актёра, который играет Ральфа Дибни, всем просто да пиздые. Ну ладно, Джину Карана хотя бы другой актёр стал поддерживать, а остальные просто не высказываются на эту тему. В отличие от наших любимых лицемеров Седаба. Это грустно, потому что персонаж был действительно интересным. На фоне всех этих унылых рож, которые были в 4-5 сезоне. Просто что Циска, что Кейтлин сходили абсолютно покерфейсом. На них было неприятно смотреть. Ральф Дибни подавал какой-то оптимизм, жизнерадостность, потому что актёр только появился, вот он, в знаменитом сериале. Ну вот он, блядь, доигрался, нахуй, всё. Не нужны нам позитивные. Нам нужно, чтобы все с мины вот этой, блядь, уходили, нахуй, как дебила, всю серию. Нормально, это вот нам надо. А вот, ну, написал он там какую-то хуйню в пьяном угаре, сразу уволить. Простить нельзя, ни в коем случае. Надо сразу убить. Да, ещё киллеров наняли, нормально, самое то. Ну что ж, ребята, это был мой обзор на первую серию седьмого сезона сериала Flash. На другие серии я не буду делать подобного рода форматы, потому что, если делаю такое слишком часто, то перестанет быть смешно, да вообще как-то, ну, потеряет смысл. Возможно, я сделаю на первую половину, то есть, если там будет какой-то перерыв, возможно, сделаю, если будет что-то стоящее. Если будет какой-то вообще просто сумасшедший бред, я это увижу, я обязательно сделаю, поделюсь, но только когда будет какой-то перерыв, либо на финал сезона. Посмотрим. Может быть, я вообще не буду ничего делать, возможно, там вообще будет полная постная каша, потому что из-за этой постной каши я пытался вынимать из себя все мысли, все просто, всю свою комичность. Я пытался применить и сделать обзор в стиле переозвучек, знаете, реакция, обзор на серию, и вот всё в стиле смешных переозвучек, всё вместе. И получился такой магнум-мопус по флэшу, отдаю должной реакции на этот сериал на моём канале. Больше никогда не будет. Не будет. Не будет, понимаете? Не будет. Ребята, не будет. Да и вряд ли я когда-нибудь его стану смотреть на Твиче. В принципе, я смысла в этом не вижу никакого. Вот просто ни за что. Просто хочу сказать, если вы сидели на этом канале и ждали какие-нибудь ролики по Седабу до сих пор, то вряд ли. Кроме комичных роликов по Седабу я здесь больше ничего делать не буду. Серьёзные анализы, серьёзные теории на сериал эти Седаба, повторюсь ещё раз, здесь не будет. Можете отписаться, если не хотите видеть Марвел, какие-то серьёзные фильмы, анализы, обзоры, обзоры на сюжеты игр, реакции на трейлер, всё вот это подобное. Исходите только Седаб, здесь он может будет раз в полгода только в формате высмеивания. И всё. Это максимум. Возможно, кто-то что-то закажет на Твиче, и мы посмотрим там Стрелу или ещё что-то будет, какой-то ивент. Возможно, на Твиче такое будет ещё раз, раз мы 11 февраля осмотрели Флэша. Ну а так, история с Седабом подошла к концу, ребята. Пора двигаться дальше. Мы следили за этой невероятной франшизой примерно 5 лет. Ну, 4-5 лет, сейчас уже не следим. Пятилетка прошла. Пора двигаться дальше. Сейчас много крутых сериалов, крутых новых стримингов платформ. Не только Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video. Да, она называется Prime Video или Prime Studio от Амазона. Короче, много всего. И Paramount Plus подключается. И Apple TV. И Sony что-то готовят. Куча сериалов. И супергероика. И другие. И всё. И классно. И фильмы. И много чего интересного. А Седаб, он всё. С ним незачем дружить. Смотрите качественные сериалы. Узнайте, что такое качественные сериалы. И после того, как вы посмотрите 5 хороших сериалов, 10, вы просто не сможете смотреть даже второй сезон Флэша вообще на полном серьёзе. Вот мы когда пересматривали первый сезон Флэша, просто вообще, ну, иногда серии были такая хуйня. Ну, если честно, подряд смотреть 23 серии Флэша невозможно сейчас. Невозможно вообще ни при каких образах. Телевидение слишком сильно поменялось. То, что мы могли есть в 15 лет раньше, сейчас я в свои 21 не смогу съесть никогда. Это невозможно. Поэтому моё напутствие вам. Идите в дорогу со мной из прогрессивной аудитории. Забудьте про Седаб, а вспоминайте только лишь как хорошее воспоминание. Или чтобы поржать. С вами был я, BlackSinfinity. Делился своим мнением о том, что надо делать сериалом Флэша. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Оставляйте свои комментарии о том, что вы думаете про этот ролик. Про серию Флэша не надо, там всё понятно. И, конечно же, жмякайте на колокольчик. А также переходите по ссылкам, которые есть в описании. Обязательно фолловьтесь Twitch, подписывайтесь на Instagram и на мою группу ВКонтакте. Всё. Всем пока. Удачи. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok